Вот все упражнения, связанные с ключом и особенностью синхрогимнастики для раскрепощения, они построены на рефлекторных действиях организма человека, которые человек и сам совершает. Вот когда он нервничает, он ходит туда-сюда по комнате, качает ногой, постукивает пальцы. Вы знаете, когда меня профессор Паламышев привел в Щукинское училище обучать актеров раскрепощения, то мне Этуш, когда я ему все это показал, рассказал на видео, Этуш мне в своем кабинете показывал, он говорит, а я вот когда расстроюсь, вот так сижу и вот так рукой делаю, вот так вот, да, и успокаиваюсь. Да, на самом деле, я вам сейчас покажу несколько кадров, там вот Гурченко, потом Челентана, как он дрова колол, который невольно, понимаете, инстинктивно, это находка режиссера. Когда они нервничали, они каким-то образом снимали напряжение. Даже был фильм, я смотрел, там Чапаев стоит, там на мосту смотрит, как красноармейцы собираются, и вот так вот делает невольно, да. Дело не в том, что мы учим детей или взрослых снимать напряжение вот так, постукивая пальцами, нет. Дело в том, что этот автоматизм повторяемого действия, когда синхронен к текущему напряжению, он и сбрасывает напряжение, тогда человек может лучше управлять собой. Вот это вот главное, что все приемы, ключа, и особенно там, в раскрепощающейся эхо-гимнастике, построены на природных механизмах организма человека. Слушаю вас. Пожалуйста, кофе. Как всегда, без молока. Нужен еще один человек. Нужна страховка. Это ясно. Ясно и другое. Гиммлер, на использование которого в качестве прикрытия рассчитывал штилиц. Комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 бараллов. Нет. Значит, я тебе не нравлюсь. Я не могу заниматься любовью с женщиной, пока я в нее не влюблен. А сколько раз ты влюблялся? Никогда. Прощай, Элия. А что вы будете делать с такой оравой дыней? Реализовывать. А три рубля? За кило. Ты же в пяти сдачей не дала. Отдайте мне, пожалуйста, мой паспорт. Это новая парадигма внимания во время физкультуры. Когда ты думаешь о своих проблемах, которые тебя волнуют, ты делаешь то, что легче. То, что легче. И думаешь о своем. И вот так вот перебираешь разные движения. Перебираешь, делаешь то, что проще, проще. Вот какие-то получаются движения. Ты раскрепощаешься и продолжаешь думать о своем. Думаешь о своем. Делаешь и делаешь. Вот, 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 вот. Такие повторяемые. Ну, как люди делают обычно нервноавтоматические движения. Когда они нервничают, они ходят туда по комнате, качают на бот, простукивают пальцами. А здесь этот механизм. Положен в основу дробной синхрогимнастики. Несколько секунд. Делаешь те движения, которые тебе легче. Думаешь о своих проблемах. Несколько раз в день. У тебя происходит раскрепощение. И лучше решаешь проблемы. И здоровье накапливается.